Реализация национального проекта здравоохранения на Кубани. Мы говорим сегодня с заместителем начальника управления организацией медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Краснодарского края Юрием Сарычевым. Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, у нас на территории края реализуется несколько региональных проектах в рамках нацпроекта здравоохранения. Вы говорили о том, что внедряется электронный документ оборот. Может ли это означать, что мы в будущем можем избавиться от медицинских книжек наших? Здесь основная проблема заключается в электронном документе оборот. Это первое, создать систему, в которую защищенную систему, чтобы туда исключить какой-то несанкционированный доступ. Потому что любой информацией могут воспользоваться посторонние люди, которые для них, во-первых, будет для пациента неприятно. Во-вторых, это может привести к нарушению врачебной тайны. Конечно. Но у нас как раз же и проект есть, цифровая экономика под этой заточенной. Ну, естественно. Единственное, что вопрос именно в том, что электронный документ оборот, основное его предназначение, не убрать бумажную сеть носителей, а облегчить. То есть смысл в том, что существует, к примеру, ведем мы электронную медицинскую карту. В ней забито много шаблонов. То есть медицинскому работнику нет необходимости заново набирать текст, если он может взять оттуда шаблон, вставить и поменять только то, что там необходимо, и уже всю карту заполнено. То есть это облегчает труд, да, несомненно. Все мы сталкивались с той проблемой, даже уже много шуток, что, мол, а что же там врач написал, там под линейку, под такую написано, а что там написано, даже сам, скорее всего, не прочитает. В аптеках только понимают ваш почерк. Ну, там просто как бы элементы латинского языка и догадка, и все. А, к сожалению, это и есть оно, тут никуда не деться. А электронный документ оборота уже позволяет эти вещи все делать, они будут все читабельны, их видно и понятны для всех. Ну, пока я наблюдала такую картину, врач заполняет электронный вариант и тут же самое переписывает бумажную. Ну, наверное, просто не захотел при вас нажимать на кнопочку «принт», для того, чтобы распечатать и вклеить это. Возможно. Не знаю, как так получилось, но двойная работа получилась. Здесь, к сожалению, ведущую роль принимает готовность медицинского работника принять все новое, что есть. Это как любое новое введение, которое мы на любой фирме, либо новая форма управленческой, какое-то решение мы принимаем. Оно вызывает всегда, будет у сотрудников первоначально негатив. Да, им же надо переучиваться, конечно. И чем главное для всех, для всех, для управорганов управления, это провести эти мероприятия менее болезненно. Для этого ты первоначально должен объяснить людям, что необходимость этого дела, второе – переобучить и только потом внедрять, а не наоборот. А мы по такому пути пошли? Мы пытаемся по этому пути идти. Мы пытаемся это дело, как бы, все это сделать в плановом порядке. Да, естественно, ведущая роль всегда человеческий фактор. Виктор Степанович Черномырын, всеми нами любимый человек, который был очень интересной личностью, который сказал, когда был премьер-министром, сказал такую фразу. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Да. Потому что все высокие идеи, они всегда могут разбиться напрочь, когда они достигают земли. Хорошо. Все-таки вернемся в сельскую местность. Хорошо. Программа «Земский доктор». Вы говорите, выплачивают людям деньги. Для них какие-то условия выставляются, для этих людей, семей, которые приезжают? Вот мы вам даем, условно говоря, подъемные. Вы должны либо у нас остаться навсегда, если вам понравится, либо какое-то количество времени проработать здесь. Ну, программа «Земский доктор» предусматривает под собой пять лет. Пять лет? Да. А затем человек может уехать. Потом человек волен совершать любые поступки, либо остаться здесь. Для этого мы пытаемся создать все условия, для того, чтобы он остался здесь жить и в дальнейшем работать здесь. Он эти деньги может потратить на что угодно? Естественно. На покупку того же жилья, да? Безусловно. Бывают какие-то форс-мажоры? Человек приехал, год поработал, но не пошло. Климат не подошел. Банально. Нет, здесь же ведь это как любой договор. Он за время отработанное, это как бы остается у него, а все остальное просто возвращает деньги. Возвращение. Возврат идет и все. Такие случаи у нас были? Конечно. Это же нормальная жизненная ситуация. Человек приехал, он буквально может быть не войти в культуру организации, к примеру. Ну, просто банальные вещи. Либо, ну, что-то ему здесь не понравилось, что-то, какие-то ситуации жизненные, проблема в семье, либо проблема в семье у родственников, откуда он приехал. Либо даже просто банальное, мы предложили лучшие условия в соседнем регионе. Да, как вариант. Поэтому наша основная задача не только их привлечь, чтобы они у нас сюда приехали, начали у нас работать, но еще и остались на территории Краснодарского края. А какой контингент в основном приезжает? Семьи или одиночки? В основном приезжают семейные пары. Молодые? Сейчас говорить о том, что вот они молодые лет, когда было у нас ограничение возраста до 45 лет, это был определенный контингент. Потом, когда его увеличили до 50, это второй контингент. А сейчас, когда сняли ограничение, то есть мы смотрим, естественно, ситуация какова. Но, опять же, она напрямую взаимосвязана с уровнем финансовой стабильности и благополучия у граждан. Естественно, все понимают прекрасно, что первый вариант, когда поедут, это 30-летний возраст, примерно, в основном поедет. Которым необходимо, он думает о том, чтобы вот эти объемы финансирования он получит, отработает. Тем более, что если они семейная пара, оба медицинские работники, то через 5 лет они могут, грубо говоря, вложиться в ипотеку, эти 2 миллиона рублей. И уже через 5 лет у них будет уже собственное жилье, даже в краевой столице. Подождите, каждому человеку выплачивается? Безусловно. Нет, не каждому, если он медицинский работник. И оба, если они устраиваются здесь на работу. Если их семья, 2 человека и оба медики, они получают уже 2 миллиона. И если они оба устроились и пошли по земскому доктору, то оба получат это финансирование. Но, опять же, эта программа, она федеральная. Эта программа, она на условиях софинансирования. То есть там заложены средства федерального бюджета и бюджета Краснодарского края. И соотношение 60 на 40. Эта программа, она предусматривает под собой о том, что мы должны привлечь медицинские кадры. И, естественно, все прекрасно понимают о том, что количество медицинских кадров на территории Краснодарского края, на территории Российской Федерации, это конечное число. То есть какое-то N число. И для того, чтобы их туда привлечь, первоначально было решение о том, чтобы ограничить возраст. С учетом того, что понимают о том, что ситуация с финансовым стабильностью, развитием страны, со всеми остальными вещами, с кризисом. Люди, достигшие 50-летнего возраста, они, как правило, они понимают о том, что они готовы поехать. Если будут условия. Во-первых, будут условия. Во-вторых, у них уже интерес какого характера? В качестве того, чтобы помочь материально своим детям. Поэтому они воспринимают вот это финансовое, как возможность приобретения того же самого жилья, либо улучшения жилищных условий с учетом вот этих всех вещей. И это нужно тоже учитывать, и этим нужно пользоваться. Поэтому вот сейчас эта программа так вот и расширяется. А почему все-таки убрали ограничения по возрасту? Или это федералы решали? Это федералы, конечно. Мы сами это не можем сделать. Мы участвуем в этой программе. Мы ее реализуем. Мы можем только единственное, что дать предложение о том, что по количеству участников. То есть, к примеру, заказать себе, к примеру, тысячу человек. Вот сейчас мы 400, там тысячу. Но, естественно, это, естественно, пройдет все. Но будет очень некрасиво, когда мы под эту тысячу приведем только 400 человек. То есть, вот вам деньги, а вы их не смогли ничего сделать. Ну, то есть, надо понимать свои возможности. Конечно. Естественно, вот сейчас с этого года основной еще упор идет на предоставление жилья медицинским работникам. Но это не во всех районах, я так понимаю. Но дело в том, что сейчас, с этого года, будет приобретаться жилье для работников, медицинских работников. Эта программа будет работать, она будет расширяться и будет идти, эта программа будет работать постоянно. А это жилье будет предусмотрено для тех, кто только вступает в программу или для тех уже, кто работает здесь по программе? А там же ведь смысл в том, что там предоставление жилья, если мы вспомним жилищный кодекс, там существует определенная категория граждан, которые нуждаются в предоставлении, именно предоставлении социального жилья. То есть там определяются категории, то есть в плане того, что минимальное количество квадратных метров на члены семей, ну и так далее, и тому подобное. То есть эти категории, они не придуманы, откуда там взяты, из каких-то потолка, и в нем не могут участвовать. То есть, грубо говоря, в каждой медицинской организации теперь будет предоставлен список очередников, которые имеют право на получение жилья по договору социального нами. Единственным ограничением будет являться, ну опять же, мы прекрасно понимаем о том, что, чтобы ограничить людей, которые склонны к каким-то совершению каких-то таких вещей, ограничением будет являться это время именно проработания в медицинской деятельности, в медицинской организации. Сколько он должен там проработать? Ну тут уже сейчас этот документ пока разрабатывается. А, в разработке. Но в этом году уже первые медицинские работники получат такую возможность получить жилье. Ну это очень хорошее подспорье. Ну мы пытаемся использовать все методы. Ну вот убрали возрастные ограничения. Поехали к нам врачи старой школы? В возрастные. Ну сейчас акцент начинает смещаться. Сейчас, естественно, мы увидим, потому что один год он непоказательный вообще. Он абсолютно, по нему нельзя провести какой-либо анализ. Интересен, допустим, прогноз это 3-5 лет, к примеру, минимально. Когда можно хотя бы примерно представлять вообще планирование о том, что какая-то категория граждан туда приедет. А на практике все-таки приоритетнее врач уже с опытом или начинающий специалист? На практике могу сказать одно самое интересное. Это то, чтобы этот специалист, наверное, был с этого населенного пункта. Потому что у него период климатизации, так скажем, он безболезненный. Ну да, и сельский врач, получается, он ведь, по сути, как семейный врач для всех, учитывая ограниченное количество жителей. Можем ли мы сейчас говорить о том, что доступность оказания медицинской помощи у нас качественно улучшилась, учитывая, что Кубань заранее начала проводить все эти процессы, потом вступил в силу нацпроекта, и мы внедрились в него. Ну, нацпроект и реализация регионального проекта развития системы первичной медико-санитарной помощи, он реализуется в рамках этого проекта всего в течение одного года. То есть говорить о том, что мы достигли каких-то таких больших результатов за один год, естественно. А если рассматривать промежуток времени, буквально 10 лет, то я думаю, что каждый слушатель, каждый житель Краснодарского края заметит эти изменения. Но и самые простые, самые банальные. Вы с сотового телефона можете просто банально осуществить запись на прием к врачу. И не просто вы можете выбрать день, но вы еще можете выбрать время. Мы просто не замечаем, мы воспринимаем это как повседневность. На самом деле, даже вот такие показатели, они как бы характеризуют ситуацию. Второе, самое такое, самые банальные такие вещи. В 2018 году мы установили фельдшерские, акушерские пункты в тех населенных пунктах, в которых никогда не было ни одного структурного подразделения медицинской организации. И оттуда жители этих населенных пунктов, всю свою сознательную жизнь и бессознательную жизнь, они для того, чтобы получить медицинскую помощь, они вынуждены были ездить в соседние населенные пункты, либо в центральную районную больницу. Ну вот, вы говорите, не видны результаты. Ну, понимаете, его видно, но если бы всегда ярко видно на протяжении каких-то 5-10 лет. Проект предусматривает под собой, на самом деле, реализацию таких больших, объемных мероприятий. И конечный результат, на которых они направлены все на долгосрочную перспективу. Потому что, ну что вы увеличиваете там количество профилактических медицинских осмотров. А как я уже говорил, конечным результатом этих профилактических медицинских осмотров при наличии систематического врачебного наблюдения, наблюдения за состоянием здоровья, мы добьемся, таким образом, снижения уровня заболеваемости. Это с одной стороны. Второе, это увеличение доли выявления заболевания на ранних стадиях. И третье, это снижение чистоты обострений у лиц, которые имеют хронические заболевания. То есть это все в совокупности, она даст большой такой хороший результат. Но его нельзя воспринимать, что мы его достигли в течение одного года. Этот результат, он будет виден при плановости подходе, будет виден только через 5-10 лет. Вот у нас национальные проекты все, как правило, до 2024 года. Включительно. Включительно. Но это же не значит, что мы остановимся, мы будем дальше продолжать. Безусловно, потому что ведь смысл, основная роль этих проектов заключена в том, что они, ведь нельзя воспринимать так, что никто до 2019 года не занимался развитием первичной медико-санитарной помощи, не боролся с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями, не формировал, не укреплял общественное здоровье. Ведь мы на территории Краснодарского края с 2012 года, у нас в основном в 2011-2012 год, если так вот рассматривать масштабные такие вещи, профилактические проекты реализации. То есть в каждое муниципальное образование в течение года приезжал у нас и онкологический патруль, и по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Когда узкие врачи-специалисты объединялись в бригады со своей аппаратурой, со своими этими всеми вещами, приезжали и проводили Дни здоровья в медицинской организации. То есть мы, эти события, они в плановом порядке как бы проводились. Смысл в том, что в 2012-2014 годах мы развивали систему оказания, допустим, развития региональных сосудистых центров и перечисосудистых отделений. То есть у нас в настоящее время в Краснодарском крае построена система оказания, допустим, при седе сосудистых заболеваниях, при онкологических заболеваниях. Если мы рассматриваем, допустим, онкологические заболевания, то в рамках, и вот почему я сказал о том, что это все пересекается, на базе медицинских организаций создаются центры амбулаторно-онкологической помощи, где наша задача основная, потому что у нас установлены сейчас очень жесткие критерии по срокам проведения обследования пациентов. Наша задача стояла именно в том, чтобы мы вот эти вот наши центры, медицинские организации, в которых организованы центры амбулаторно-онкологической помощи, мы их оснастили медицинским оборудованием. Чтобы туда привлечь специалистов, чтобы там была возможность проведения всех необходимых исследований для уточнения и постановки диагноза. Далее мы на базе, для того чтобы мы понимаем о том, что у нас онкологические диспансеры наши, они загружены, с возможностью, дали возможность проведения амбулаторной химиопрофилактики на базе этих центров амбулаторно-онкологической помощи. А это как раз и есть элементы именно первичной медико-санитарной помощи. Человеку нет необходимости ехать из своего населенного пункта в онкодиспансер, стоять там в очереди, получать там лечение, биться, и потом ехать обратно. И непонятно, когда опять назад ехать. Мы создаем вот этот центр амбулаторно-онкологической помощи. Лечение назначается, опять же, для того, чтобы не получилось у нас, как всегда, лечение расписано, назначается врачебной комиссии онкологического диспансера. А здесь его только исполняют. Если мы будем рассматривать итоги нашей работы на протяжении 5-10 лет, то, несомненно, видна положительная динамика в развитии, как развития именно первичной медико-санитарной помощи, так и специализированной медицинской помощи, и в том числе для граждан на селе. Ведь дальнейший этап нашего развития заключается, мы будем продолжать развивать именно доступность оказания медицинской помощи, пытаться, чтобы у нас была везде создана зона комфортно и получение качественной медицинской помощи, и проведение возможности использования телемедицинских технологий. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»